В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Новые правила озеленения прошло заседание думских комитетов. ЕГЭ по-взрослому. Саровские родители сдали единый госэкзамен. В нелегкое противостояние хоккейный клуб Саров провел финальную игру в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Далее расскажем обо всем подробно. Зелень парков и садов, опрятные улицы не только украшают город, но и дают свое экологическое воздействие. Поэтому тема озеленения вызывает у саровчан особенно много вопросов. В администрации прошло заседание думских комитетов, на котором депутаты познакомились с новыми поправками в законе о порядке проведения компенсационного озеленения. Десять деревьев вырубили, десять должны посадить. Такие правила компенсационного озеленения теперь прописаны в областном законе. Раньше было иначе. На десять вырубленных – двенадцать посаженных деревьев. В остальном – все по-прежнему. У органов местного самоправления есть выбор – проводить компенсационное озеленение не в натуральной форме, то есть высаживать деревья взамен вырубленным, или в денежной – взимать за вырубку средства в бюджет. И теоретически натуральная форма должна быть в приоритете. Но с учетом того, что наше муниципальное образование ограничено в площадях, очень часто мы принимаем решение, то есть осуществлять денежную форму компенсационного озеленения, так как у нас нет возможности очень часто посадить те деревья, которые вырубают, взамен вырубаемых деревьев. Потому что есть такие проекты, когда количество деревьев вырубаемых уходит за сто и больше. Этот вопрос вызвал бурное обсуждение. По мнению депутатов, мест для высадки деревьев в городе достаточно. Но, как утверждают специалисты администрации, так кажется только на первый взгляд. Раньше люди сажали где не попадя, а теперь, когда деревья падают, оказывается, что на это место нельзя посадить, что все-таки там рядом идет коммуникация. Современные строительные правила очень жестко ограничивают посадки деревьев. Можно, например, эту процедуру как-то избавить жители от нее, депутаты порой на себя берут. Мы приходим, говорим, вот мы хотим вот в этом районе высадить там деревья, 20 штук. Вы в администрации сами внутри как-то разберитесь там между департаментами, где коммуникации, где некоммуникации, и четко нам нарисуйте. Вот здесь можно сажать там деревья высокие, здесь можно только кусты, здесь вообще ничего нельзя. Как оказалось, такой механизм взаимодействия с жителями работает уже давно. И для того, чтобы узнать, куда во дворе можно посадить саженец, достаточно позвонить по телефону 977-87. Мария Ируничка, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Единый госэкзамен вызывает страх не только у школьников, гораздо больше его боятся родители. И это легко объяснить. Мама и папа не готовятся к экзамену в течение года и зачастую в глаза не видели экзаменационные варианты. Для того, чтобы унять волнение взрослых, Рособорнадзор уже второй год подряд проводит всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Испытаны на себе, смело могут сказать мамы и папы будущих выпускников. Родители прошли процедуру сдачи ЕГЭ, начиная с металлоискателя на входе и заканчивая запечатыванием конвертов с результатами КИМов. Все эмоции и ощущения, которые получат родители, они принесут на родительское собрание, успокоят всех. И я думаю, что мы с хорошим настроением подойдем к основному периоду сдачи ЕГЭ. В рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» на экзамен по русскому языку участникам отвели 30 минут. За это время нужно было написать мини-сочинение и ответить на тестовые задания. Все, кто пришел этим утром попробовать свои силы, сдавали экзамены очень давно и по другой системе. Увидеть ситуацию изнутри, примерить на себя роль сдающего ЕГЭ и наконец-то перестать нервничать. Вот зачем участвует в акции и силы за парту Елена Ефимова. Мы родители нагнетаем сами детей, накручиваем, потому что не знаем, как это все, насколько это страшно, насколько это сложно. Обязательный инструктаж и родители старательно начали заполнять титульные листы. Что касается заданий, с этого года в запечатанном конверте находятся не бумажные бланки, а компакт-диск. Организатор в аудитории активирует ключ доступа, запускает процедуру шифровки и печатает варианты. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург теперь можно будет уехать на Сапсане. Высокоскоростное сообщение запустят с 1 марта. И, как сообщает официальный представитель российских железных дорог, время в пути составит 8 часов. При этом с 1 по 11 марта на билет будет действовать 50-процентная скидка. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Филиал Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области проведет единый день консультаций. Он состоится 1 марта по адресу проспект Ленина, дом 62А. Прием граждан будет идти с 13 до 20 часов. Кроме того, специалисты будут отвечать на вопросы горожан по скайпу «Кадастр-52» с 13 до 17 часов. Саровский драматический театр готовит две весенние премьеры. В марте театр покажет юридическую комедию «Сильвия» и камерные спектакли «Человек, посвященные 150-летию со дня рождения Максима Горького». Билеты на премьерные спектакли уже в кассе. Саровчанин занял второе место на чемпионате по рыбалке. Областные соревнования по рыбной ловле проходили 17 февраля на Устинском пруду в Кулебаках. Всего состоялось два тура продолжительности по 2,5 часа каждый. За победу в первенстве Нижегородской области боролись 18 участников. В результате второе место занял кандидат мастера спорта Саровчанин Артем Вшивков. Три территории и один час на обсуждение. В молодежном центре собрались представители общественных движений и организаций, чтобы выяснить, как лучше и эффективнее благоустроить городские пространства. Участникам семинара предлагалось продумать новый облик парка культуры отдыха имени Зернова, детского парка Насосино и лыжной базы. Подробности в следующем репортаже. О проекте формирования комфортной городской среды сегодня говорят на всех уровнях. Очередь дошла и до молодежи. И это не случайно. Именно они, юноши и девушки, неравнодушные и активные жители своего города, могут взглянуть на привычные вещи другими глазами и предложить свое видение благоустройства общественных территорий. Предыдущие общественные обсуждения показали, что люди более пожилого возраста настаивают на создании зоны активного отдыха. Но задача этого проекта не только создать пространство для отдыха пожилых граждан, но и оживить пространство, сделать их вкусными, как говорится. Поэтому основное мнение, конечно, тоже молодежи. Каждой из семи команд досталась своя территория. Всего в поле зрения саровской молодежи оказалось три зоны. Два городских парка и лыжная база. Коллективный мозговой штурм должен был привести участников семинара к новым идеям, самые удачные из которых можно будет совсем скоро увидеть на улицах города. По результатам данного проектного семинара будут определены ключевые объекты благоустройства, которые будут учитываться архитекторами при разработке проекта благоустройства данных общественных пространств. Команде Владимира Якунина, в состав которой вошли молодые специалисты ядерного центра, достался парк на улице Сосина. Очевидно, что эта территория требует внимания. Участники команды постарались превратить единственный в старом районе парк в зону активного семейного отдыха. Когда у меня появятся чуть позже, наверное, детки, когда они подрастут, я также им буду объяснять, что это вот наша какая-то... Мы вклад внесли сюда, и им будет приятно, и мне самому также будет приятно за то, что я какую-то частичку внес. То, в каком порядке будут благоустроены территории, выбранные в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды, горожане определят голосованием 18 марта на тех же избирательных участках, на которых пройдут выборы президента. Дарья Цапарыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. 18-е школьные харитоновские чтения завершили свою работу. Межрегиональная конференция оказалась достаточно богатой на события. Круглые столы, пленарные выступления школьников, олимпиады, лекции ведущих ученых страны, дискуссионная площадка и, конечно, конкурс исследовательских работ. В этом году на чтениях было представлено более 200 докладов. О том, кто стал победителем, расскажем далее. О школьных харитоновских чтениях слышали во многих городах России. И те, кто побывали здесь хоть раз, ежегодно вдохновляют на участие в конференции своих одноклассников и друзей. Так получилось и с Марией Аловой из Нижнего Новгорода. Ученики ее гимназии не раз принимали участие в чтениях, а в этом году и сама Маша решила попробовать свои силы. Это очень высокий уровень конференции, и она проводится в таком, в общем-то, важном для нашей страны городе, поэтому мне было интересно участвовать. Марию всегда интересовала история, поэтому и научные исследования она решила подготовить именно в этой секции. И не прогадала. Ее работа заняла первое место. Моя работа называется «Роль государства по садистской монархии» во второй половине XIX века в России. Суть работы в том, что я исследовала источники, которые написали Екатерина II и Павел I, и определяла роль государства по отношению к обществу и взаимодействию с монархом. В этом году в конференции приняли участие 60 саровских школьников и 170 старшеклассников из более чем 20 городов России. Для ребят подготовили насыщенную программу. За четыре дня они успели принять участие в различных круглых столах и интеллектуальной игре, послушать лекции от преподавателей ведущих вузов страны и познакомиться с нашим городом. Харитоновские чтения – это уникальное место симбиоза науки и свободы. Как по мне, это безумно ценно, и поэтому давайте оценить этот момент вместе. Всего в чтениях было представлено 213 научных доклада, но в число призеров и победителей вошло лишь около 30. Первым местом за свои научные исследования были удостоены 11 ребят, среди которых оказались и саровчане. Мария Ируинч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. В спорткомплексе «Юниор» прошло ежегодное открытое первенство города по художественной гимнастике. За победу боролись спортсменки из Сарова и других городов Нижегородской области. Гимнастки выступали в индивидуальных и групповых программах. По итогам первенства определились призеры и победители в каждой возрастной группе. Юная Алена вышла на ковер в самой младшей возрастной группе. Впереди у девочки огромное количество соревнований, спортивных взлетов и побед. Но выступление на открытом первенстве в родном городе она точно запомнит на всю жизнь. Именно оно стало отправной точкой и дебютом начинающей гимнастки. У нее есть дар. Уже с рождения она пластичная. Она показала себя. И я, так как я даже занималась танцами, увидела в ней дар, поэтому я решила ее отправить на гимнастику. Легкие и грациозные движения, идеальная осанка, отточенные элементы и улыбка на лице. Для того, чтобы судьи ставили самые высокие оценки, а зритель наслаждался выступлением, от миниатюрных гимнасток в ярких костюмах требуется не детская сила воли, железный характер и стремление к победе. Девочкам приходится проводить все свободное время на тренировках. Направление активно развивается. Очень много желающих заниматься гимнасток. И с каждым годом все больше и больше, но, к сожалению, базы недостаточно, недостаточно тренеров. С каждым годом желающих освоить этот зрелищный вид спорта становится все больше. И сегодня тренировочные залы спортивной школы просто не вмещают всех желающих. Но, несмотря на это, девочки остаются верны своему любимому делу и продолжают радовать своих тренеров и родителей спортивными достижениями. Девочки сдают на разряды, на кандидатов в мастера спорта, на первые разряды сдают, на юношеские разряды сдают. Дебют на соревнованиях принес маленькой Алене победу. Гимнастка уверенно поднимается на первую ступень пьедестала почета. По итогам первого блока соревнований наградили победителей и призеров в самых младших возрастных группах. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Регулярный чемпионат высшей хоккейной лиги подошел к концу. 52 матча, 134 заброшенной шайбы и 114 пропущенных. Для саровской команды этот сезон выдался непростым. Свой последний матч наши спортсмены провели дома и одержали победу над командой «Ишталь». Подробности далее. Первый период матча команду провели в ничью. В начале второго хоккейный клуб «Ишталь» распечатал ворота саровчан. Но ответная шайба не заставила себя долго ждать. Итог игры решил третий период. После нескольких точных передач наши спортсмены отправили в ворота соперников победную шайбу. Финальный счет на табло 2-1. Первого периода эмоций не хватало. Плюс вратарь соперник очень здорово сыграл. Посвежее соперник выглядел. Но мы на характере дожали. «Ишталь» – достаточно сильная команда. Но в этом сезоне спортивная фортуна оказалась не на их стороне. Тренер хоккейного клуба «Ишталь» Сергей Душкин признается, что расстроен проведенной серией. И до выхода в плей-офф ребятам не хватило всего нескольких очков. К сожалению, не хватило 8 очков до зоны плей-оффов. Соперника поздравляю с выходом. Желаю успеха в плей-оффов. Успех нашей команде не помешает. Впереди матчи серии на вылет. Плей-офф хоккейный клуб «Саров» начинает на выезде в Красноярске против ХК «Сокола». Наши спортсмены настроены решительно. И отдавать победу соперникам просто так не готовы. У нас сейчас крайняя серия была с очень мощными командами. Это «Альмет», «Катарос», «Жаск Пермь». Команды приезжали. У них были последние шансы, чтобы зацепиться за плей-офф. И мы прошли отличный тест. И отлично готовы к плей-оффу. Первые игры домашнего тура 1 и 8 кубка пройдут 27 и 28 февраля в Ледовом дворце. Все желающие смогут прийти и поддержать родную команду. Начало матча в 18.30. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями Горды на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также все актуальные информации на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok